В учебном кабинете запрещается иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру. До начала экзамена считанные минуты. Правила строгие. Листок бумаги и ручка. Все, что можно взять с собой ученикам на экзамен. К итоговому сочинению Никита Орлов готовился заранее. Прочитал не один десяток книг. В будущем он планирует стать врачом. От сдачи экзамена зависит поступление в ВУЗ. Мне пришлось перечитать множество книг ради этого сочинения. Я вспомнил много материалов за 7-6 класс. Я посмотрел эти произведения с другой стороны и расширил свой кругозор. Дом, семья, год литературы, время, путь. Примерные варианты тем для сочинений школьникам озвучили еще осенью. Но какие они будут на экзамене – секрет. Пять разных тем каждая школа получает в режиме онлайн за 15 минут до начала экзамена. Основные критерии оценки – текст должен быть по объему не меньше 250 знаков и на 100% авторским. Если работа более чем на 50% является цитируемой, а для этого в пункте проверки специально развернутый компьютер из доступа в интернет и есть программа антиплагиата, то значит сочинение тоже получит незачет. Сочинение оценят по системе зачет-незачет. В дальнейшем результат может учитываться при приеме абитуриентов. В этом случае ВУЗы сами оценят сочинение в баллах. Результаты итогового сочинения станут известны через 10 дней. У тех, кто получит незачет, будет еще две попытки. Перезадать сочинение можно будет 3 февраля и 4 мая. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Продолжение следует...